друзья всем привет вы на канале зеленые просторы я хочу начеренковать свою красавицу пузыреплодник lady in red сейчас я покажу какие я буду брать веточки для черенкования сейчас она цветет у нас уже конец июня сегодня 28 число и я хочу не упустить этот момент я наберу вот такие веточки вот такие я буду брать без цвета веточки веточки этого года то есть прирост этого года если посмотреть эту вот длинная ветка это прошлогодняя веточка она такая уже коричневая а прирост нового года он красный вот и вот эта веточка идеально по толщине подойдет для черенкования да в общем то и вот это тоже так смотрите прошло пару дней с момента когда ярко и обильно цвел наш пузыреплодник lady in red вот сейчас я буду брать черенки прошлый раз не получилось у меня никогда было я это буду делать сейчас я буду брать прирост этого года вот такие маленькие но с цветом я возьму несколько веточек но цвет я все равно буду обрезать сейчас наберу эти веточки но вы давайте покажу как я буду брать вот здесь вот видите вот так вот раз и вот уже готовый почти черенок его нужно будет укоротить оставить тут где-то половинку но сантиметров 10-15 остальное я обрежу и вот такие черенки буду укоренять вот половинку этого смотрите вот эти вот я уже начеренковала но чтобы вам было понятно какие по толщине веточки какие я их беру я вот показываю вам смотрите вот эта ветка она с пяточкой вот эту пяточку я обрежу ну вот не совсем не совсем всю пяточку а вот это вот хвостик который оторвался а дальше я это у меня без цвета ветка а дальше я вот эти вот листики оборву здесь между уже между узлия снизу не очень длинные поэтому я оставлю несколько почек и два листика листики я укорачиваю получается вот такой черенок дальше корневин в землю и пальцем придавила осталось у меня вот такой вот дальше черенок осталось вот этот веточка снизу косой срез вот здесь вот я оставлю не очень много буквально там пару сантиметров листья нижней уберу обрежу и оставлю еще два листа макушку я брать не буду эти листики я тоже укорочу вот такая веточка осталась такой череночек получился и пальцем придавила и так остальные если междоузлия вот эти вот не сильно длинные тогда я беру их несколько но там три и четыре получится если междоузлия длинная я беру тогда смотрю считаю сколько почек ну как бы чтобы было тогда не больше трех почек потому что сильно длинная междоузлия черенок больше чем 15 сантиметров не нужен вот так вот нижний уберу листик здесь я под почкой оставлю пару сантиметров сделаю два но можно три листика оставить можно два но я ставлю два сильно большие я не хочу делать черенки вот смотрите еще вот такие веточки цвета я буду брать только низ цвет понятно я делать брать не буду вот эти нижние эти листики я оборву оставлю то 2 можно 2 можно 3 листика верхушку я удалю нижний я тоже уберу лист эти укорочу и вот такой вот и и размер вот этот хороший для черенка и сам черенок хороший по толщине по жесткости и даже у него есть небольшая пяточка дальше корневин и в кассету пальцем прижимаю и вот еще такой нижние листья уберу оставлю два вот здесь срез делаем небольшой оставляю пенечек ну где-то сантиметр получается нижние листики обрезаем обрезаем вот этот нижний листик тоже уберем он не нужен чтобы в земле был и вот так вот два листика оставим и вот хороший черенок корневин придавим в прошлом году я черенковала тоже пузырь плотник lady in red и у меня ну вот они вот такие сейчас они в таких стаканчиках она была в такой же кассете вот чуть-чуть даже помельче ячейка была и я ее в мае присадила вот вот этот стаканчик корня щас покажу вот здесь еще один вот ее нужно пересаживать конечно уже в горшок побольше хотя бы в 3 литра вот потому что вот этот вот горшочек сдерживает ее рост и она не растет дальше не развивается но плохо по крайней мере она просто сидит на одном месте и все а вот я сегодня прищипнула и из вот этих боковых пазухов полезет полезут почки полезут новые ветки поэтому lady in red да и вообще пузыреплодник очень любит стрижку и нормально к ней относится даже если просто это у вас куст в прошлом году ту кассету которую я черенковала я накрывала пакета и нам не стояла и вот корни появляются примерно через две недели вот ну вот в пакете конечно мне не терпелось я постоянно заглядывала в этот пакетик что там происходит но потому что кроме пузыреплодника мне там была еще гортензия и ива и туя даника вот и в принципе нормально все перри перезимовала в мае месяце я те череночки маленькие из маленькой кассетки пересадила вот в такие стаканчики по 9 в общем друзья сегодня мы черенковали пузыреплодник lady in red подписывайтесь оставайтесь на моем канале будем черенковать им красоту в сад пока пока